Итак, давайте разберем одну интересную задачу. Нам нужно посчитать число сочетаний из n по k. Число сочетаний считается по следующей формуле. Мы берем n! и делим на произведение k! и n-k! То есть наша программа должна принимать два числа, например, 5 и 2. 5 это n, а 2 это k. Мы должны посчитать 5 факториалов, посчитать 2 факториала, посчитать 5 минус 3, 5 минус 2 равно 3, 3 факториала, а потом сделать следующее действие 5 факториалов, поделить на 2 факториала умножить на 3 факториала. Итак, как мы видим, нам нужно посчитать факториал 3 раза. Давайте это сделаем без функции. Допустим, мы не знаем, что такое функции, и будем решать таким образом задачу. Итак, у нас вводятся два числа n и k. Далее считается факториал n. Мы помним, как считать факториал n. Факториал – это произведение чисел от 1 до n. Следовательно, заводим переменную факт n, в которой мы будем накапливать наше произведение. В цикле перебираем числа от 1 до n и перемножаем между собой и записываем в переменную факт n. То же самое считаем факториал k, только перебираем от 1 до k и записываем все в переменную факт k. Далее считаем n-k, записываем в переменную и находим факториал этого числа. После того, как мы нашли три факториала, что мы делаем? Факториал n делим на произведение факториала k и факториала n-k. Все просто и понятно. Давайте посмотрим, как выглядит наша программа в общем. В общем, наша программа выглядит следующим образом. Она еле поместилась на экране. Как мы видим, подсчет факториалов у нас повторяется три раза. Итак, давайте перепишем нашу программу с помощью функции и поймем разницу. Итак, пишем функцию нахождения факториала. Для этого функция должна принимать одно целое число, например, n. и возвращать тоже целое число. Факториал целого числа есть целое число. Внутри мы пишем ту же логику, то есть перебираем от одного до n и записываем в переменную факт. А потом, после прохождения этого всего, возвращаем переменную факт, в котором уже посчиталось факториал n с помощью ключевого слова return. Итак, функция написана. Давайте ее использовать в главной программе. Итак, у нас есть два числа n и k, которые вводятся с клавиатуры. Далее мы считаем факториал от n и записываем в переменную факт n. Считаем факториал k, записываем факториал в переменную факт k и находим разность между чисел n и k, считаем факториал этого числа и тоже записываем в переменную. Итак, как вы видите, у нас факториал считается с помощью одного вызова. Просто пишем факториал и указываем от какого числа. После того, как мы посчитали все три числа, мы просто выводим значение такой операции. Факториал n делить на произведение двух других факториалов. Итак, заметим, насколько меньше стала наша программа. Если нам захочется снова посчитать факториал какого-то другого числа, то наша программа увеличится всего лишь в одну строчку. Заметим, что функции уменьшают нашу программу во много раз из-за того, что мы можем вызвать функцию сколь угодно раз и где угодно.